еще один долгожданный час сейчас приехали чехлы фирменные искры ждем сейчас все заедете на территорию покажу а вот они вот они смотреть распаковать я очень люблю приехала многое реального класса ездит на такси ой такси чехлы совет все в онлайне все в режиме вот вместе с нами каждый шаг который у нас связан с искры вы проходите вместе с нами приехал наш спецзаказ чехлы искра для гитар сова ответственно искра смотреть мы правда еще ни разу не видели до чехол называется casual плюс так вот такой вот чехольчик искра тушь ну симпатий теплый такой это внутри классный русскими руками сделан тоже давай гитару проверим давай я вам это для классики давай посмотрим может не для классики давай сначала не классику да как андрюша говорит как слива да андрюша привет но отключай там бизнес так гранд аудитория залез теперь давай дронов проверим да вообще дронов тоже так хочу у него есть у него есть ручка ручка лямки я такой как качественный такой рюкзачок подсвечек уж ну хорошо качественно здесь даже карман напоминаем ребят что данные чехлы идут в комплекте каждой гитары искры с каждой гитары из когда каждый смотри-ка блин это кармашечки есть что туда можно документики положить туда понятно делал кабель но ты еще что-то в принципе даже не с небольшой педал бордик тоже может сон не дешевый чехол не дешевый да мы выбрали хорошие чехлы не такие-то ради галочки а выбрали прямо который нам нравится вот потому что гитары достойны хорошим фаром ну как обычно 2 дубль 2 дубль уже традиция я очень клюк включил фронтальную камеру и снимал зал значит сейчас сюда вы видели приехали чехлы компании чехлы искра от компании бэгган мюзик ребята прям горят своим делом мне очень нравится не общаться там есть евгений который прям настолько погружен что мы с ним созваиваемся на 15 минут и он мне объясняет как они делают какие у них подходы все это так подробно и видно что у человека глаза горят он этим живет и это всегда подкупает и поэтому выбрали их для чехлов искра это эксклюзивная история то есть у нас их просто продажи не будет как бэган мюзик а покажи искру да вот такие вот чехлы по качеству ну тоже мы немножко подсняли рассказали что здесь есть я чехлы очень люблю если вы мне нравится вот очень рады они будут идти в комплекте они будут да с гитарами в комплекте идти с классикой с акустикой вы проверили они там и дредноут помещается для классики отдельные чехлы чехлы классные вот я доволен этим да еще хочешь сказать что ребят а вот хорошо что второй дубль в первом дубле какие гадости наговорил а сейчас не хочу уже классно кстати вам тоже совет снимать второго дубля в общем хочу сказать что мы очень рады что начался такой новый путь коллаборации отечественных производителей поэтому всех кто неравнодушен кто умеет работать руками кто понимает что он хочет например если кто-то имеет как какие-то уже опытные образцы колков механизмов для гитар может быть кто-то струны начал производства обращайтесь к нам мы с удовольствием сделаем инструмент полностью отечественным с огромным удовольствием на электроника кстати интересный транс акустический может быть есть уже заготовочки что-то интересное мы будем очень рады да все что касается гитар мы вот с удовольствием сейчас вот возглавим это восстание машин и с удовольствием сделаем полностью отечественные комплекте насколько будет возможно будем двигаться в этом направлении почему потому что это во первых не просто не стыдно, за это реально можно гордиться. Во-первых, смотрите, при сравнении, вот очень много запросов по сравнению, давайте сравним с мэйтом, давайте сравним с этим, вы вот представьте просто одно, что это отечественный инструмент, ну, который появился вообще при мертвом гитаростроении в России вообще, в принципе. Есть много каких-то очагов, таких мелких, мастеровых, где кто-то делает, это всегда было, но для того, чтобы реально начать делать, начать серийное производство инструментов полностью массивных, полностью. Ребята, здесь нет никакой фанеры, здесь нет ламината, нету карбоносодержащих продуктов творожных и колбасных, тут нет ничего, здесь есть цельномассивный инструмент. Вы сами прекрасно понимаете, что, ну, любой продукт, он должен поиметь какую-то свою культуру, это производство. Вот культура этого производства, она насчитывает 7 лет. Да, Ром, 7 лет этим уже занимается? По-моему, да, я точно не могу. Да, Ром, если что, поправишь нас. И вы поймите, что, то есть, это не вот опытная палка, которую вот кто-то что-то там смастерил, это уже инструмент, на котором играют очень именитые люди, очень именитые гитаристы, Рома с ними очень плотно сотрудничает, поэтому мы и связались с ним, именно поэтому. Потому что человек реально этим делом не просто болен, он этим живет. Мы вчера с ним созванивались, 11 часов вечера, он говорит, Валер, я вот сейчас верхние деки загрузил в машину, вот сейчас поеду дальше. 11 часов вечера человек грузит, что-то разгружает, работает, ну мы так же. Поэтому, поэтому вот и хочется, вот все, короче, раньше был пролетарий, искра, пролетарий всех стран объединяется, а теперь искра, сумасшедший, всей России объединяется. Вот, теперь, значит, что будет дальше? Видео. Вчера к нам пришел один парень, молодой, скромный, замечательный. Да, и пранканул нас. И нас немножко пранканул, да. Оказался он видеоблогер, который снимает гитарные пранки, и вообще он гитарный блогер. Это вот Николай Попов, мы ссылочку прикрепим, сходите к нему на канал, у него очень интеллигентный. Смотрите, как он нас разыграл там. Возможно, он выложит, но не знаю, блин, вообще приколист. Да. И вот он пришел с запросом на Мэйтон, а ушел он совершенно другим инструментом. Вы, конечно же, даже не догадаетесь, что это за инструмент, который он купил у нас. Очень сложно догадаться. Возможно, у него название даже как-то на кириллице написано. Но это трудно очень догадаться, поэтому... Но в этом ролике мы вам не покажем эту гитару, которую мы выбрали. Это будет в следующем ролике, потому что мы ее не просто ему так отдадим, а она будет еще подготовлена для его конкретных нужд. Записываете, да? Да. Да. Это вы куда, в шорс, да, или куда? Или... Субтитры... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь басы хорошие, а вот эти, кажется, хочется поярче. А вот надо узнать, что за струны мы ставим? Лабелла. Лабелла? Лабелла. У меня вообще гитара без ладу, вот этих точек. А если она обычно вот здесь, на 10-м, а меня вот это на 9-м ладу сбивает. Я смотрю на эти точки, не попадая. На темалер, когда где-то? Нет, ну это дело привычки, это просто я привык так. Может быть, новые гитары так делают. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Придущее это, да. Самое лучшее. Но я жил 10 лет в Москве, но сейчас в Ростовской области. А где есть на секрет? Новошахтинск. Знаете? вот сейчас вот сейчас перевода николай любит пранковать у себя на канале а теперь мы пранковать над ним ты точно ничего не видишь точно ну сто процентов не подставал в общем у нас сейчас встал вопрос николай сейчас выбирает себе инструмент и вот у нас сейчас вот и у нас сейчас стала такая вот дилемма есть два инструмента есть мэйтон очень похожий модель его с срс 808 си и есть гитара искра эльбрус непонятно что выбрать и правда так и теперь мы сейчас будем давать инструмент руки и будем смотреть ну получится ли отличить так поехали первый инструмент зрители видит они так две гитары не понятно вообще может быть другая и все может быть у нас и 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 в Мне кажется, это кедр и мейтеннг, но я так предполагаю. Мы решили усложнить, давай мы тебе три гитары дадим. Так, а результаты есть? Ну, первый ты сказал, что это мейтеннг. Хорошо, давай второй. Или это мейтенг? Мейтенг 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 Сейчас ты сейчас сразу не говорит и просто запоминать первая гитара была вторая гитара а в общем эти четыре одинаковых похожих но это мощнее здесь басы гудят не знаю мне как будто ничего пока не говорили не получилось поехали какая была первая гитара какая 2 какая 3 это непонятно первых ведь на первая не вторая была мы уже пытаюсь а третья третья баса ли ты это такие были ноты на самом деле это очень прикольно что вот первые два момента первые два случаи тебя ввели в заблуждение потому что на самом деле первые два раза я тебе давал мэйтен это была одна и та же гитара да это была одна и та же гитара но представить мозг как работает что он это запутался да по 3 ты просто название знаешь это искра и брус она тоже с кедром это вот она была баса это была она баса это да слушай а на самом деле зачем прикол а получается одна и та же была я думал я думал какая-то из них искра какая-то мэйтен вот ты представляешь это прикольно да смотри во первых само это как струны лежат как удобство игры ну все то же самое да ты на это точно не обратишь внимание что вот уже выбирал по этим моментам так что вот ребят хотели слепой тест этот первый но спонтанно реально прямо сейчас вот возник а четвертая какая была а четвертый фург был который перестроен но мы обломались немножко не подготовились к этому конкурсу вот такой короче результат получился очень если в слепом тесте то это практически ну ты видишь на твой бас больше чем нам на мэйтен кстати мэйтен они басом никогда не словились да ну вот теперь сами выбирайте приходите играйте и все кедровые да все кедровые да все две это ель да или кедр это ель это акустика но с грифом как классика так что это фактическая гитара с ангаркой с металлическими струнами а А отстройка есть у вас в магазине, да, если что там? Лады там? Что? Ну, в начале вроде понравилось, вот сейчас поиграл как-то все-таки. Если это акустика, то должна быть акустика, классика-классика. Наверное, все-таки мне не совсем нравится. Как-то если классику, то брать классику. Не, ну, необычно, не знаю, может кому-то понравится. Для разнообразия. Это может быть я сейчас наигрался, мне как будто даже подушечки уже заболели. И знаете, к какому выводу мы пришли сейчас в результате 3-4 часовых экспериментов, что, ну, реально искра в акустическом исполнении без подзвучки реально намного круче и интереснее, чем вот в 808-ом этом. Извините, но это факт. Согласен, да, Коль? Да. Кедровый, да. Кедровый, да, да, да. Кедровый, да. Без подключения реально понятно, что яркости звука намного больше. Да, теперь приглашение, да. Много комментариев есть, где посмотреть, как поиграть, как послушать. Ребят, пока вот есть два шоурума в России. Один в Москве на Artplay, второй в Самаре, Московское шоссе 17. И там, и там инструменты есть живые, вот они стоят. Вот эти вот две стойки, это все искры. Поэтому вы можете никому не доверять, не ждать никаких обзоров, не ждать никаких чужих мнений, прийти и сложить это мнение самостоятельно. Мы вас ждем, приезжайте. Либо попросите видео, если вы очень далеко и ехать вам неделю до нас. Может попросить, мы можем сравнить несколько инструментов, можем сравнить с Мэйт, мы можем сравнить с Тейлором. Вот в таком онлайн режиме можно даже по видеосвязи звонить, либо мы можем себе видео записать. Это мы делаем с удовольствием уже много времени, уже долго и рука набилась. Четыре года уже. Да. Отправки, доставки, вообще для нас это легко. Поэтому, если вы далеко, то не проблема. Из искры сгорится пламя.